Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали на еще одно розовое поле, тут роз еще больше. И вот я сейчас хожу и смотрю новые сорта. Какие-то сорта я узнаю, и они у меня в саду растут, а какие-то новые. И я, честно говоря, даже не знаю, как мне их распознать. Сейчас я хожу вместе с вами по рядочкам и покажу, что здесь растет. Ну, эти розочки какие-то неизвестные. Вот эта желтая очень красивая. Тоже сорт мне не знаком. Вот там, смотрите, цветет роза юбилей принца Монако. Самая любимая многими роза. Дальше сейчас пойдем вот сюда. Смотрите, эта роза похожа на Пульман Ориент Экспресс. Не знаю, она или нет. Здесь тоже какие-то необычные розы цветут. Темный цвет очень необычный, такой какой-то красно-коричневый. Вот это Митсамер цветет. Посмотрите, какая Purple Heart роза. Я ее тоже в этом году сажала. Видите, какие цветы у нее прям темные, такие фиолетовые. Здесь какие-то темные розы. Непонятно, что за сорта. Вот эта розочка Альфред Сислый. Пятнистая. Она у меня тоже растет. Ну, тут уже пошли англичанки. Вот эта роза похожа на Амбрахам Дерби. Не знаю, она или нет, но кажется мне, что это она. Дальше. Сейчас пройдем сюда. Тоже какие-то необычные сорта. Ой, вот эта красная очень красивая. Посмотрите, такая она красно-малиновая. И знаете, мне что-то подсказывает сердце, что это Red Leonardo da Vinci. По крайней мере, очень на нее похоже. Прямо один в один. Да, я думаю, это она. Так, здесь тоже какие-то розы. К сожалению, не узнаю. Не узнаю сорта. Ой, вот эта тоже красивая. Сейчас пойду спрашивать, что за сорт. Посмотрите, она такая желтая. И с розовым. Розовые у нее лепесточки получаются с внешней стороны. Здесь розочки. Тут дальше. Вот эта роза похожа на лимон-помпон. Мне кажется, это она и есть тоже. Она здесь только начинает распускаться. А вот эта роза называется Sir John Benjamin. Она у меня тоже растет. Вообще, она на самом деле больше. И когда она у вас в саду будет расти, она тоже будет больше. Но цветы у нее вот такие малиновые. Очень приятные. Дальше. Что у нас здесь дальше? Вот эта розочка непонятная, но очень красивая. Идем дальше. Вот эта пампанела. Розочка. Тоже ее узнаю. Здесь Golden Celebration. Конечно, после дождя вон все висит. Все повесила свои бутончики. Ну, что делать? У нас погода такая непредсказуемая. В этом году дожди каждый день. И хотя обещают солнце и без осадков, но тем не менее дожди. Они идут, идут. И уже неделю не прекращаются. Вот, кстати, роза. Не знаю, брать ее или нет. Называется она Pierre Cardin. Она у меня растет второй год. Но пока я не очень поняла ее цветы. Они крупные, красивые, розовые. С такими как крапинками. Ну, в целом куст у нее красивый. Посмотрите, он такой крупный. И стволики у нее, видите, такие фиолетовые. Ну, не знаю. Роза, конечно, красивая. Но вот брать или не брать ее, я пока думаю. Вот, кстати, розочка. Она очень ароматная. Очень, прям очень-очень. Я сейчас с этой стороны вам ее покажу. Я не знала, будет она или нет доступна к заказу. Поэтому ее не брала в каталог. Но я думаю, возьму. Потому что, ну, это просто шикарная роза. Она у меня растет уже лет пять. И я ей очень-очень довольна. Аромат у нее просто волшебный. И очень стильный. Вот, кстати, розы мне понравились. Непонятно, что за сорт. Посмотрите, какая необычная. Какой крупный цветок. И вот рядом растет. Тоже непонятно, или это этот же сорт, или этот другой. Вот здесь вся вот эта полоска, весь рядочек, он весь засажен этими розами. Они какие-то странные. Видите, здесь цветы такие обычные малиновые. А вот здесь уже с полосочками. Очень необычный сорт. Непонятно, то ли это на одном костике. Такие два разных цветка. То ли это разные. Но, скорее всего, эта одна роза так себя ведет. Видите, одни цветы полосатые, более фиолетовые. А другие они малиновые и с желтыми полосками. Но сорт необычный. Сейчас буду узнавать его название. Дальше проходим сюда. Здесь необычная малышка. Такая милая, яркая. Тут тоже розочки. Вот еще один полосатик. Тоже неизвестный сорт. Вот эта желтая роза мне очень понравилась. Посмотрите, как она обильно цветет. Я так предполагаю, что это какая-то флорибунда. Оно просто очень-очень красивое. Вот, кстати, роза Изи Дазет. Цветет и растет. Вот она. Цветочки у нее такие приятные. Лепесточки резные. Вот-вот весь этот ряд. Это все Изи Дазет. А это, вот эта желтая роза, которая мне понравилась. И вот она вся-вся-вся в цветах. Изи Дазет напротив. Очень красивая. Посмотрите. Просто супер. Проходим сюда. Здесь цветет роза Пульман Ориент Экспресс. Тоже одна из любимейших многими роз. И неудивительно. Это чайно-гибридная роза. Несмотря на то, что она чайно-гибридная, цветет она. Сами видите, как очень обильно. Кусты мощные, красивые. Но в целом роза просто супер. Посмотрите, какая красота. Вот еще сорт, который мне очень понравился. Но, опять же, не могу вам сказать ее название. Смотрите, какие цветы. Они такие, какие-то розово-коралловые, непонятные. Но, к сожалению, кустики развалились. Но цветет она очень обильно. Смотрите. Тоже очень красивый сорт. Ну, все. Наверное, буду заканчивать. Потому что красоты тут еще очень много. Ходить и ходить. Я сейчас буду брать тетрадку. И буду ходить записывать все сорта, которые мне понравились. А вы смотрите, выбирайте. Все саженцы будут в нашем интернет-магазине цветок.шоп. Ну, а если остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание. До встречи на моем канале. Всем пока.